Наш эфир продолжает программа час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну наши спецслужбы занимались тем что придумывали всякие невероятные истории о связи трампа с кремлем а теперь перед ними похоже поставлена друг несколько иная задача вот об этом если можно да совершенно верно начнем с недавнего доклада спецслужб ну который опубликован офисом директора национальной разведки о глобальных угрозах но не думайте я помню что мы не договорили про ольстер и поэтому я закончу и пусть это не удивляет темы связаны поэтому я их тут увижу так что благодарю полину волкову за помощь подготовке выпуска и как вы помните мы остановились с вами на лидерах в прошлый раз такой организации как прежде всего как ассоциация обороны ольстера но и в меньшей степени ольстерские волонтеры и здесь про трех людей вам вкратце напомню во первых ольстерские боевые организации показали очень хороший пример борьбы с коммунизм скажем когда в ассоциации обороны ольстера появился такой эрни эллиот и стал привносить идеи марксизма коммунизма и так далее там подобное даже вокруг него скопилась некоторая группа единомышленников и они даже стали искать общее с ирландскими террористами левыми при преимущественно то я не знаю стояли ли за этим товарищи из лубянки хотя не исключено потому что с ирландскими террористами они были повязаны с двадцатых годов еще тогда это по-другому называлась контора как вы помните еще с огопушных времен у них были связи и возможно что были попытки проникнуть конечно же и вольстерские группировки тоже но так получилось что консерватизм рабочий который преобладал в ассоциации обороны ольстера взял верх и поэтому с эллиотом была проведена воспитательная беседа точнее ему отстрелили голову я понимаю этот метод радикальный даже очень но действенный потому что после этого его коллеги марксисты с ними была проведена уже более доходчивые воспитательные беседы без применения оружия и они практически все из северной ирландии просто-напросто уехали и таким образом ассоциация была от левых практически полностью очищена если таковые остались то они где-то там голову особенно не поднимали голос не повышали хотя по официальной версии эллиота застрелили в результате обычной разборки может так и было но то что его смерть помогла разобраться с коммунистами это всегда хорошо вот а если говорить о более интересных лидерах то это прежде всего билли райт он занимал он вступил в ольстерских волонтеров в объединение ольстерских волонтеров после очередного теракта когда погибли мирные ольстерцы и довольно быстро стал одним из самых ярких лидеров был еще он и проповедником создавал потом свою собственную организацию лоялистские волонтерские силы и он про него очень много легенд и разобраться где легенды где правда мы наверное уже не сможем потому что северная ирландия место маленькое и вот при всем моем вы знаете отторжение теории заговоров но местах маленьких секреты хранить гораздо проще и поэтому секреты с северной ирландии они за ее пределы обычно не выходят и что было с билли райтом действительно ли он являлся очень законспирированным агентом британских спецслужб или был просто действительно харизматичным лидером который создал свою собственную разведсеть и знала где и когда наносить удар по ирландцам и по ирландским террористам этого мы никогда не узнаем но то что безусловно то что райт обладал удивительной способностью людей очаровывать и скажем рут дадли эдвардс ирландская писательница которая симпатизирует северо-ирландцам но при этом конечно же она отрицает все боевые организации однако же даже она в своей книге одной описывая встречу с рэтом говорит что она она ждала что она да интеллектуалка писательница встречаясь с выходцем из простых рабочих районов все ему объяснят и докажет что он не прав однако полностью попала под обаяние райт он говорил с ним абсолютно доброжелательно ни разу не повышая голос но при этом абсолютно все ее доводы по ее признанию разрушил и выиграл спор который у них был по всем направлениям и опять все ушел с улыбкой и оставив ее в ощущении что она встретила едва ли не самого боятного человека в своей жизни хотя потом добавил что это делает его очень опасно а еще с рэйтом связана одна очень странная история он побывал в нью-йорке где-то в начале 90-х и вернувшись со своим друзьям и своей сестре сказал что по его мнению человек связанного с боевыми организациями знающим что такое терроризм если нью-йорка будет атакован террористами то это будет только при помощи пассажирских самолетов а что здесь было ну скорее всего просто его аналитический ум здесь сработал когда человек разбирается повторюсь в действиях террористов он может предугадать их действия и он действительно мог это так или иначе тут не мистики наверное никакой нет и никаких конспирологии тоже нет просто повторяю аналитический ум но при этом твердая позиция райта привела к тому и его нежелание идти ни на какие уступки каким-то политиком или ирландским боевикам она привела к тому что когда возникла возможность мирного соглашения которая бы дала ряд уступок то рай это был отправлен в тюрьму и местную хотя северо-иландская тюрьма для заключенных боевиков она по была похожа на какой-то санатории прямо скажем но то что там произошло тоже выставляет много вопросов потому что в 97 году договоренность была заключена в девяносто восьмом и мы о ней поговорим в одной из будущих передач райд был не просто убит он был застрелен это что огнестрельное оружие казалось в тюрьме само по себе отвратительно и ни в какие ворота не лезет но то что еще вот был застрелен такой человек как рай ты застрелен был левыми опять же ирландцами но все тоже оставляет очень много вопросов а именно не избавились ли от него чтобы он действительно не сорвал то самое соглашение которое сегодня как мы видим белфастское или соглашение страстной пятницы абсолютно не работает станя райд политиком я думаю он бы повторил путь шамира потому что я нахожу в них много общего такой же не уступчивый но правда северо-ирландцы вот лоялисты и унионисты не очень любят голосовать за людей с прошлым в боевых организациях не знаю райд возможно стал бы исключением другой незаурядный деятель по имени джон макмайкл он уже представлял ассоциацию барона ольстера и тоже был убит ирландскими террористами восемьдесят седьмом году но он бы мог стать вполне ирланд северо-ирландским ольстерским бегином потому что тоже был активным деятелем боевых организаций как я сказал но он был очень озабочен мирными соглашениями и остается вообще уникальным явлением потому что майкл макмайкл он был еще и философом да казалось бы философ из таких да из простых людей ну вот почему бы и нет интеллектуалы принесли много вреда макмайкл простой такой доброжелательный да если у райта было какой-то такой что-то такое мистическое в облике то макмайл такой улыбчивый доброжелательный типичный британец где-то у него свой пап даже был но вот он они создали со своими друзьями по ассоциации обороны ольстера такую группу политические крыло и ольстер политикл резердж групп и они предложили два очень интересных документа которые должны были бы определять развитие северной ирландии не переставая не прекращая вооруженную борьбу с боевиками они тем не менее были озабочены тем чтобы мир все-таки состоялся мир был заключен и они были готовы на некоторые уступки с чем возможно райд бы и не согласился но повторяю это уже из области допущения два документа документ 79 года он вообще сейчас очень актуален потому что я считаю к нему стоит вернуться назывался он за пределами или вне религиозных различий и предлагал немного немало независимость северной ирландии при этом независимость должна была быть по образцу до американскому потому что мак майкл и его друзья осознавали связь ольстер с америка едва ли не больше чем соединенным королевством что интересно и то что ольстерцы в америке во многом повлияли на создание национального характера и на американские институты он пытался сделать это и на исторической родине то есть в самом ольстере поэтому была бы конституция была бы система управления со своим верховным судом и которая бы создавала такое повторяю независимое государство но взаимодействующее с другими европейскими странами но и был бы до очень сильные связи с америкой но тогда это не очень прошло и восемьдесят седьмом году был предложен новый проект он назывался здравый смысл отсылка к томасу пейну опять без американцев никуда он уже был более ориентирован на то как бы управлять северной ирландии чтобы управление участвовали и сторонники союза с королевством с лондоном и союзники единой ирландии здесь нет единого мнения и я наверное соглашусь с тем что это спорный момент потому что уступки как всегда бывает и как на себе и сам бегин это испытал они ведут к тому что враги наглеют и то что белфаст ком соглашение ряд соображений из вот этого здравого смысла они были задействованы и сегодня они ничего хорошего не дают это факт но повторяю макмайкл тоже не дожил возможно он бы повлиял на то чтобы как-то это было изменено я даже с райтом бы объединился я этого не исключаю но повторяю макмайкла убили в восемьдесят седьмом году и взорвали его машину там дело до тюрьмы не дошло и увы это реализовано не было его я имею ввиду его видение ольстера как такой вот самостоятельной величины а сегодня когда мы видим о чем мы говорили в прошлый раз что северную ирландию опять предают все и опять на нее давят из вашингтона возможно независимость да еще по американскому образцу северная ирландия была бы очень кстати но увы завершая разговор о боевых организациях сейчас они вроде бы не работают их распустили но какие то они тем не менее есть тоже такой чисто северо ирландский момент к сожалению многие уголовники прикрываются их названиями хотя естественно никакой связи реальной не имеют с лоялистами которые повторяюсь боролись чтобы защищать своих но увы увы есть сильных лидеров сейчас не хватает во всем мире нет их и в боевых организациях поэтому возможно нынешнее обострение ситуации в северной ирландии даст и каких-то сильных лидеров и организации силы волонтерские силы ольстера и ассоциации обороны ольстера себя проявят надеюсь без насилия а именно как защитники интересов лоялистов но посмотрим посмотрим пока вот что есть то есть и я вам примерно описал картин а к чему у нас тот самый разговор об американской разведке а вот к тому что американская разведка у нас обозначила одно из своих самых серьезных угроз каких-то ультраправых экстремистов и ольстерцы про которых я вам рассказал только что они по идее подпадают под это определение не ирландские террористы которые тоже вам рассказывал связаны были с хизбаллой с какими угодно арабскими террористами с колумбистскими террористами с советской разведкой да и сейчас я думаю с российской тоже а опасность теперь представляют люди которые хотят себя защищать вроде ольстерких организаций ну а теперь перенесемся к самому документу как и в том я уже говорю про доклад про опасности как и в том докладе о вмешательстве выборы этот самый документ оставляет странное впечатление что описали две группы людей одна которая действительно адекватно воспринимает происходящее в мире и более того с забавным образом рядом направлений полностью подтверждает правоту администрации трампа его самого кстати говоря а вторая это та которая вот прочитала доклад и решила ну что тут как-то он слишком получился про трамповский и давайте мы туда добавим чего-то чтобы угодить новой администрации чтобы нас не заругали чего доброго да не обрубили нам финансы и вот что мы с вами видим первая часть все замечательно основные угрозы китай россия иран северная корея перечисляются они и объясняется что и как заметьте китай на первом месте и не по алфавиту дело идет именно в порядке убывания по мнению аналитиков угрозы то есть то о чем нам говорили четыре года трампа его команда об опасности китая развед сообщества это признает что нет это не вымысел это действительно все так оно и есть китай главная угроза по всем направлениям он является дестабилизирующей силой и представляет опасность для америки далее повторюсь россия иран северная корея уж не буду перечислять все эти выкладки но мы их с вами и так знаем что в россии преобладают параноидальные настроения и в уверенность что тут американцы во всем вредят и все делают плохое и поэтому был до российский режим и хочет изо всех сил избавиться от малейшего какого-то по их мнению американского влияния и таким образом воздействует на систему на выборы и на создание стабилизацию и так далее ирана понятно тоже связан со всеми террористами тоже пытается оказать давление на американскую политику плюс дальнейшее развитие ядерного оружия и так далее северная корея то же самое все есть как есть далее речь идет о миграции и о наркоторговле и тоже в точности как нам и говорил президент трамп основным источником наркотиков и преступности этнической указана мексика опять вы помните нам рассказывали что это расизм во всем обвинять мексиканцев вот вам теперь развед сообщества но уже нового так сказать образца к сожалению она это подтверждает что да все угрозы идут оттуда ну не все но были из ближайших и понятно что это действительно опасно правда вот здесь возникает первый вопрос потому что описав то что миграции нелегально является угрозой и опасностью почему-то аналитики ни словом не обмолвились а то что значит надо что-то предпринимать как-то с ней бороться а то знаете такое поставил остается впечатление что как-то вот действительно нелегальная иммиграция это плохо вот вам проблема а то что сейчас происходит на южной границе это игнорирует и здесь у меня возникает первый большой вопрос а именно ну как-то не договорен но а дальше уже тут категория все плохо потому что вдруг выясняется что главной заботой после того что я назвал и что действительно является проблемами вот эти вот страны которые норовят напакостить иммиграции и так далее но до следующей проблемы оказывается изменение климата не терроризм не терроризм мы еще вернемся кстати тоже не какие-то локальные конфликты изменение климата с каких пор разведка должна заниматься погодой я честно говоря не понимаю нет погода она играет роль действительно в развед аналитики как один из элементов можно там подсчитывать вычисляется как использовать те или иные меры против враждебных стран опираясь на погодные условия как можно погодные условия выстраивать и обыгрывать своих интересах это одно но когда нам говорится что глобальное потепление какое-то изменение климата есть проблема которой должна в том числе заниматься и разведка вот здесь я развожу руками в недоумении потому что как это вербовать просят меня метеорологи если честно говорю ерунду но это не больше ерунда чем то что написано в докладе вербовать какие-то муссонные пассаты чтобы они сообщали информацию об ураганах или элементы озонового слоя должны какую-то особую информацию передавать своим контролером и оперативникам в разведке как наверное вопросы климата и всего что с ним связано лучше отдавать тем кто в этом разбирается я правда понимаю что так сказать ученые уже тоже наворотили нам будь здоров чего и что сейчас уже не знаешь кому доверять вопросы науки если нам уж извините что такое короткое отступление делаю но окончательно по моему выживший из ума доктор фаучи теперь рассказывает что вторая поправка и оружие это вопрос здравоохранения то действительно задумаешься может ученым такое не отдавать но то что это точно не дело разведки по моему убеждению изменение климата и глобальное потепление которые толком и не доказаны а это однозначно повторяю погода как таковая и моменты климатические они могут служить под спорьем могут быть одним из элементов развед аналитики но это не может быть отдельной главой ну никак и ни с какой стороны но поскольку до новая администрация нам из говорить что самоизмене климата это катастрофа ужаса так далее то к сожалению бюрократы в разведке они взяли под козырек и сказали да вот пожалуйста вам специальная глава про разы про изменение климата чтобы никто к нам не придирался ну а дальше терроризм и вот тут тоже выясняется очень интересный момент а именно что терроризм он да перечисляются организации которые мы все знаем это и гил аль каида их избалла вопросов нет но дальше вдруг начинаются какие-то опять словно бы испугавшись что зашли слишком далеко начинаются какие-то абстрактные разговоры про правых ультраправых неонацистов и так далее ну то что нацисты и правы это вообще не одно и то же как мы не раз говорили сейчас даже не будем эту тему затрагивать но то что ни слова нет в докладе про антифу ни слова нет в докладе про организации которые громили америку и европу прошлым летом это наводит меня на очень серьезные сомнения а именно что докладчики озабочены не реальной проблемой вот этого самого домашнего до domestic terrorism а политическим заказом потому что когда какие-то невнятные групп которых мы толком ничего и не знаем мы может где-то не там собираются в подвалах и что-то делают но это точно не такой размах как у антифы у блм-щиков и так далее но нам их подают как угрозу такую же как и гил хизбалла и аль каида то сразу же вера к этому моменту доклада она к сожалению подрывается и аналитики они подрывают свою собственную компетентность потому что если они толком не могут вам назвать назвать ни одну серьезную якобы сильную ультраправую организацию а так скороговорка их называют при этом уверяют нас что это такая же угроза как вот те три названы ими выше то но не бывает так простите вы либо четко формулируете кого нам бояться либо не трогаете эту тему вообще и если опять мы видим с вами что существует действительно серьезные левые боевые организации от которых проблемы по всему миру они в докладе даже не упомянуты то это снова вопрос очень серьезный я честно вам говорю я прекрасно знаю все то о чем мы говорили несколько минут назад я прекрасно понимаю что в тех больских организациях были свои действительно убийцы были люди неприятные которых с которыми точно мне бы встретиться не хотел но я бы предпочел чтобы в моем условно говоря районе действовала так такие люди как волонтеры ольстеры или ассоциации обороны ольстеры чем антифы или бэйлэм по крайней мере те я знаю чьи интересы защищают и чего они хотят а с антифы и бэлэм не я тоже знаю чьи интересы они защищают и чего они хотят но они представляют для обычных людей гораздо большую угрозу тем не менее к сожалению офис разведки нам говорит то что говорит здесь я наверное прервусь у меня еще там некоторые несколько слов есть но давайте мы наверное подытожим после рекламы тогда или как абсолютно давайте давайте так и сделаем давайте прервемся после чего после прослушивания рекламы продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова пожалуйста иван да и завершая нашу тему разведки этого доклада до последняя часть где идет какие-то местные угрозы она тоже более менее нормально но в целом я полагаю что этот доклад он указывает на не очень хорошие тенденции которые в разведке продолжаются и даже в моментах которые я называю положительными вот в первой части там тоже разбросаны такие лазейки то есть вот иран да они что-то там делают создают ядерное оружие но якобы это потому что вот вышло вышли штаты из того самого дурацкого соглашения который сейчас байден будет пытаться вернуться любой ценой и что уже здесь знак вопроса что россия да вот там все это творит но тем не менее если там какую-то дать ей возможность что-то там себя проявить на своей территории то может все будет нормально и даже хотя отмечается что россия и китай они все более и более сливаются но то что например говорят и скорее всего это правда к сожалению выкладки других независимых мозговых центров связанных с безопасностью что москва все больше и больше теряет свою независимость и подчиняется китаю и что скоро китай будет диктовать россии свои условия в ряде международных дел такая опасность действительно есть а это товарищи из разведки тоже не указать то есть разумные вещи есть но они теряются рядом с займи заведной полите заведомой политизированностью и в целом доклад к сожалению я хотел бы его похвалить потому что повторяю я несмотря ни на что к разведке как таковой отношусь с уважением к американской но политизированности здесь играют большую роль чем действительно американская безопасность и то что этот доклад ориентирован на конъюнктуру на то чтобы дать развязать руки байдену и его команде в целом ряде не очень хороших дел будь то преследование врагов и противников да якобы ультроправых будь то какие-то безумные международные программы которые к тому же развяжут руки врагам америки под видом совместной борьбы с изменением климата и все та же самая ядерная иранская программа которая уже идея фикс для демократов все это конечно же настораживает ну что касается россии то к ней мы еще вернемся сегодня но пока я наверное здесь умолкну и сергей если добавят передам ему слово ну это не случайно в докладе вот вы отметили вторую часть где идет речь о доместик террорист америка гарланд выступал ну в первой своей такой большой речи по моему приуроченный двадцать шестой годовщине теракта в оклахома сити если вы помните и то есть и делал упор именно на этом что вот 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 оно оно с нами живет оно никуда не делось экстремисты среди нас и мы должны быть так сказать более бдительными но это все понятно вот хочется понять это же не просто так сказать отдельный эпизод на который они обращают внимание это часть нарратива это часть какую как какой-то машины часть часть чего-то более глобального нежели вот этот теракт и или это попытка так сказать опять запугать в очередной раз народ с тем чтобы попытаться протолкнуть какие-то законопроекты ограничивающие свободы в частности вторую поправку конституции первую поправку или это ну это во-первых во-первых они если вы помните после событий 6 января в Вашингтоне средства массовой информации или слуги дьявола как я их теперь называю на голубом глазу продолжают заявлять о том что пять человек были убиты это откровенная ложь об этом не знают только дебилы которые подхватывают это и начинают повторять значит двое умерли от инфаркта кто-то один от передоза наркотиков полицейский умер через день и до сих пор непонятно от чего он умер может быть от я не знаю кровоизлияния в мозг может быть ну непонятно никто не дает ответ и одну из сторонниц Трампа застрелил какой-то специальный агент имя которого не распространяется и обвинение в чей адрес так сказать генпрокуратура драпнула то есть никаких обвинений ему предъявлено не будет но тем не менее средства массовой информации повторяют эту этот посыл что пять человек было убито это вот было такое восстание пять человек было убито с какой целью это делать я еще раз повторюсь либо для того чтобы лишить граждан америки каких-то прав основополагающих а вот судя по выступлению председателя финансового комитета конгресса сша максин уотерс они еще пытаются разжечь и гражданскую войну то есть на самом деле общество настолько расколото и настолько нерв наружи что достаточно одной маленькой искры чтобы все взорвалось ну и тогда это даст им возможность физически расправиться со своими политическими оппонентами и уж тогда спецслужбы будут играть я их иногда называю тайной полицией и тогда спецслужбы сыграют свою определенную роль ведущую роль в этом либо всех кто не согласен с линии партии начнут сажать в тюрьмы либо уничтожать физически вот как-то уж подспудно у меня какие-то такие нехорошие недобрые мысли возникают в связи с тем что происходит в том числе и в разведсообществе ну вот как-то так да грустно но в общем давнее то что делали демократы это простите так оно и есть но политизация спецслужб это демократическая забава и Рузвельт и Кеннеди Джонсон все это теперь возвращается Томас которая будет иметь такие полномочия неограниченные и это так сказать отметили люди которые люди здравомыслящие для себя отметили я не знаю как отреагировали на это сторонники демократов наверное хлопали в ладоши а вот не является ли так сказать частью этой гвардии вот эти организации которые получают миллионы и миллионы долларов и причем корпорации их финансируют я имею ввиду black lives matter и антифу корпорации просто с такой щедростью финансируют эти организации что уму непостижимо и к чему все это может привести ну и честно говоря какие то мысли совершенно грустные по этому поводу возникают и жаль не понимаю вот из числа русскоговорящих те кто прошел все все прелести социалистического рая или это в силу ограниченных умственных способностей или в силу чего или в силу неспособности видеть на один шаг вперед как могут развиваться события я не знаю они поддерживают этот режим они поддерживают эту партию голосуют за нее это вызывает у меня просто ну непонимание полное как могут ну тут видите что перебью какой еще момент то что я очень замечаю с сожалением во первых очень многие люди которые действительно переехали в америку они и были вроде бы противниками советского режима они к сожалению были противниками но левыми же то есть которые пытались найти социализм с человеческим лицом почему-то не поняли что другого социализма не бывает кроме того что в советском союзе и же с ним и теперь они пытаются этот самый социализм найти построить в америке и почему-то не понимают что приведет это к результатам весьма и весьма прискорбным и второй момент который меня тоже очень удручает тоже в том числе и у многих вроде бы разумных людей выработалось такое понятие что все что говорят средства массовой информации на западе это всегда правильно и даже в советское время доля коммунистической дезинформации была огромная и те же нью-йорк таймс и же с ними писали достаточно ведь заведомо пораженческой антиамериканской и прокоммунистической хинеи но вот все равно это откуда-то взявшуюся слепая вера что там все что говорят это все так оно и есть она увы очень многих соотечественников здесь наблюдается и я так понимаю очень многих соотечественников которые в Америке уже живут ну а что касается людей более молодых то здесь я уже просто не знаю про людей более молодых в Америке мне трудно что-то сказать я вроде вижу что в организациях наподобие Turning Point или Яна Americans for Freedom все-таки как они сейчас по-другому называются но тем не менее есть достаточно серьезное присутствие но с таким промыванием мозгов которое работает сейчас ну конечно же тоже как-то хочется мне оптимизм проявлять но это трудно сделать к сожалению слуги дьявола делают свою дьявольскую работу вот кстати последний инцидент это Данте Райт если не ошибаюсь его мама выступила сказала что он мне звонил после того как его остановили и сказал что его остановили за то что он фрешнер повесил на стекло и cnn продолжает эту тему этот нератив я думаю что все вагиноголовые которые питаются вот этим дерьмом из cnn за чистую монету это все воспринимают а вот тот факт что у него был просроченный plate number стикер за что нас всех штрафуют если мы этого не делаем если у нас просроченный стикер мы обязаны обновить его если нет полицейские нас останавливают и штрафуют так вот то что у него просроченный был стикер на номерном знаке об этом cnn умалчивает полицейские заявили мы остановили его потому что у него был просроченный plate number все это был это был повод для того чтобы остановить потом дальше это процедура обычная полицейский по компьютеру начинает пробивать что там еще за ним а оказывается за ним был ворон то есть его должны были арестовать потому что он там была попытка грабежа он пистолет приставил голове женщины он должен был явиться в суд он не явился то есть на самом деле был ордер на его арест но слуги дьявола об этом не говорят слуги дьяволом пишут совсем другую картину и народ это хавает то есть вот такая приглашая там якобы корреспондента cnn в белом доме она говорит она по сути говорит правду что мать сказала что ей позвонил данте сказал что его остановили за это то есть она как бы не врет потому что мать действительно это сказал на самом деле скрывается это основной факт что послужило поводом такая полуправда полу неправда откровенная ложь это имеет свое воздействие на неокрепшие умы леворадикального отребья и вот результат ну и давайте наверное перейдем к следующей теме времени остается буквально 10 минут ну да если будут вопросы потом ну похоже тоже тем теперь у нас постоянно вы все помните как нам рассказывали что трамп агент кремля вот придет байден и ого-го ну вот пришел байден какие-то там грозные слова произнес а на деле мы с вами видим что активизировались китайцы около тайваня маневры проводят российская армия что-то там гоношится около украинской границы и путин о чем я тоже вам уже говорил который вроде бы четыре года при нем вообще ничего не было слышно теперь он ходит обвисшее грудь колесом более того как и следовало опять-таки ожидать и мы вас об этом предупреждали между прочим и в своем стремлении добиться новых каких-то там прорывов в этой самой борьбе с глобальным потеплением байден уже готов с путиным подружиться помириться и так далее сегодня видел новость что намечается саммит по глобальным проблемам климата и туда байден собирается приглашать соответственно понятно кого и гробовая тишина заметь если бы что-то подобное делал трамп публика стояла бы на ушах сами понимаете какая теперь пришел байден и все то есть вся та уверенность опять-таки к вопросу легко обманываемых соотечественников якобы либер ну да либеральных убеждений которые захлебываясь тут говорили что демократы это настоящие противники путинского режима вот они придут ну и что мы видим что демократы никогда не были противниками путинского режима они были противниками трампа и использовали путина и компанию ну просто как такое средство а когда им это было выгодно то путина печатали в нью-йорк таймс а обама говорил нам что вся эта холодная война это пережитки прошлого и так далее и тому подобное теперь все это возвращается к счастью республиканские конгрессмены есть такая фракция довольно серьезная она работает семьдесят третьего года не много не мало там был момент она делала паузу при гингриче в девяностые но сейчас снова действует называется репабликан стайда коммити ее глава джим бэнкс такой молодой достаточно но явно далеко идущий конгрессмен он составил такой меморандум где указал что то что делает байден это такой ухудшенный насколько вообще это возможно вариант политики умиротворения обама то есть путин тут творит черт знает что а байден не делает ничего только сотрясает воздух словами и какие то накладывает санкции которые по мнению бэнкса на самом деле ничего никого смысла не имеют и никак не влияют на ситуацию далее бэнкс в меморандуме перечисляет то что при трампе как раз была здравая политика и нормальные отношения чтобы там сам трамп иногда не говорил но была помощь украине так или иначе оказывалось было четкое осознание что из себя представляет российский режим было укрепление нато и модернизация американских вооруженных сил сейчас ничего этого не наблюдается наблюдается дальнейший развал американской армии как мы видим какие то бестолковые инициативы байдена о которых я уже говорил и санкции которые абсолютно декларативные но серьезного смысла не имеют более того байден кстати в том числе после меморандума бэнкса это произошло байден собрался назначать на важный пост в своей администрации специалист как раз не главного советника по российским вопросам такого мэтью рожански который рожанский я имею ввиду был известен стонами о том что не надо там плохо говорить про путина и компания это все холодная война и так далее но байден вот якобы да ястреб и все такое собрался этого человека делать правой рукой в вопросах отношений с нынешней российской федерацией но сейчас вроде затея отказался как бы то ни было бэнкс предлагает три направления что надо делать чтобы реально противостоять и опять дать путину по рукам и по прочим выдающимся частям тела это во первых санкции которые будут иметь четкую цель и бэнкс предлагает внешэконом банк обложить санкциями что я думаю было бы разумно во вторых это уже открыто объявить путинский режим спонсором терроризма международного что тоже на самом деле будет вполне вполне разумно и продолжить укрепление американской армии ну потому что крепкая американская армия тогда никакой путин и тому подобное не будут глупостей делать но предпримет ли такие действия у меня очень большие сомнения рожанский да он не такой известный его можно что называется скинуть под автобусы без проблем но в целом вот эта вот одержимость на которую бэнкс тоже обращает внимание иранской сделкой и то что из-за нее сейчас уже не без не без участия байдена и его администрации точнее отменен запрет на поставки оружия ирану и россия уже этим пользуется через оон этот запрет проходил сейчас его как я понимаю отменили и бэнкс его упоминает плюс то что для своей сделки байден готов путина туда привлечь в качестве одного из участников и понятно что он пойдет тоже на любые уступки чтобы эту сделку реализовать но все это указывает на то что абсолютно все что нам рассказывали про трампа эти четыре года что его что направляется путина что он делает все что ему скажет путин вот сейчас все это происходит с байденом потому что в своем стремлении а америку лишить независимости и делать все через какие-то организации через какие-то переговоры через объединение в том числе с врагами байден может сколько угодно грозить кулаком и говорить грозные вещи в адрес путина китайцев и так далее но он будет с ними сотрудничать он будет идти им на уступки поэтому я предрекал эту самую перезагрузку концу сего года но у меня такое чувство что байден идет с опережением графика и что страстные объятия с путиным мы с вами увидим гораздо быстрее чем я думал возможно уже этим летом ну если только их не испугает социальные дистанции и все такое прочее с поцелуями я думаю они еще погодят конечно же ну а там кто знает кто знает но что самое удручающее в этой истории я уже здесь буду заканчивать что опять выводов то никто не делает и да и все те кто кричал с чего я и начинал этот сегмент что байден придет и путину даст по рукам они молчат и их все устраивает тогда как мы с вами сталкиваемся с последовательными действиями по только вот байден даже новое слово придумал обама была перезагрузка у байдена будет деэскалация ну вперед флаг ему в руки но потом как говорится не жалуйтесь почему у вас шпионы в вашингтоне путинские почему бизнесмены связанные с фсб повсеместно появляются и почему байден жертвует интересами америки ради того чтобы заключить эту бездарную сделку с ираном и готов пойти на все на что угодно давайте попробуем только республиканцы и консерваторы знают как противостоять режимам подобным путину а их увы сейчас у власти поэтому опять мне бы не хотелось быть слишком мрачным но что есть то есть если Сергей что-то добавит в оставшиеся минуты с удовольствием передам слово давайте примем звонок добрый день здравствуйте спасибо за передачу я извиняюсь я в другое я услышала такие новости что готовилось покушение на батька Лукашенко и уже все показывают правда ли это будьте добры ой не знаю вот я вам сказал что в северной Ирландии секреты хорошо хранить в Белоруссии по-моему еще больше что там и как я не знаю но если учесть что в прошлом году Лукашенко настроил против себя всех в том числе в какой-то момент и Путина но я бы не удивился например ну он рассказывает что и да якобы на него сыновей готовится покушение или готовилось покушение вот он чудом остался жив ну такая антизападная истерия ну да сейчас ему выгоднее опять с Путиным дружить конечно не с Байденом с таким поскольку Америка намерена возобновить санкции против некоторых предприятий там 5 или 8 предприятий белорусских а санкции были приостановлены сейчас намерены возобновить Иван огромное спасибо к сожалению звонки есть вопросы есть но времени уже не остается посему уважаемые дамы и господа давайте дождемся следующей встречи и тогда вы зададите вопросы еще раз спасибо большое и до встречи в следующий раз спасибо всего хорошего до встречи субтитры сделал DimaTorzok до встречи до встречи